Доброе утро, братья и сестры, гости нашей Церкви! Сердечно поздравляю вас с праздником Сошествия Духа Святого, с Днём рождения Церкви! В основании своей проповеди прочитаю один стих из Иоанна Леотеана, из 14 главы. Иисус, обращаясь к Своим ученикам, говорит такие слова. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Братья и сестры, удивительное время однажды было в древности, когда сам Бог в человеческом облике находился на земле, когда можно было просто подойти и поговорить с Ним, послушать Его наставления, когда можно было вместе с Ним плыть в одной лодке, вместе путешествовать по дорогам древнего Израиля, вместе жить, делить хлеб за одним столом. Удивительное время. Не зря, однажды обращаясь к Своим ученикам, Иисус скажет такие слова. «Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Подлинно Иисус стал лучом света в том древнем темном времени для окружающих Его людей. Как написано в Евангелии от Матфея, «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной, воссиял свет». И знаете, по-человечески совсем нетрудно понять желание учеников и многих из народа, следовавших за Ним, за Христом, быть рядом с Иисусом, говорить с Ним, вместе с Ним идти в пустынные места Израиля, чтобы слушать Его проповеди, потому что они знали, что пока рядом с Ним Иисус, все будет решено. Нетрудно понять их стремление рассказать Иисусу о своих нуждах, проблемах и бедах, потому что при всей своей занятости Он находил для всех всегда время и никого не оставил без помощи, кто нуждался в ней. Людям, ученикам было комфортно находиться рядом с Иисусом, так как Он в силах был решить совершенно любую их проблему, будь то накормить хлебом, или исцелить от болезни, или даже простить грехи. Ученики Иисуса были вообще особенной категорией людей. Они были избраны Самим Христом. Они постоянно находились рядом с Иисусом, они знали и понимали намного больше, чем другие. Мы читаем, что Сам Бог открыл им о том, что Иисус – это Сын Божий, это Мессия Израиль. Вот почему, даже однажды услышав, однажды нечто непонятное изучение Иисуса Христа, когда Иисус говорил им о своей плоти и о своей крови, это Иоанна 6 глава, ученики, тем не менее, не захотели покинуть своего учителя, понимая, что могут потерять кого-то больше, чем просто учителя. Не зря Петр скажет, об этом говорит Евангелиест Иоанн, «Кому намети, Господи? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Но время Иисуса Христа было на земле ограничено. У него была определенная цель, к которой он шел. Вскоре ему нужно было пострадать и умереть. Ему отлежало пробыть во гробе три дня и три ночи, а затем в воскресности и вознестись на небеса для того, чтобы окончательно завершить свою победу над грехом, над дьяволом и смертью. Наконец, ему нужно было навсегда покинуть своих учеников на этой земле. И он говорит, «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня. И, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь». Как я уже сказал, Иисус был для своих учеником руководителем. Он был для них учителем. Он был, если хотите, для них был их жизнью, их надеждой. И вдруг они узнают, что он должен был их покинуть. Я уверен, что они думали, как же нам быть теперь? Кто останется с нами теперь? Кому нам идти, чтобы найти глаголы вечной жизни? Они думали вместе с Иисусом Христом царствовать на земле, а затем и в небе. А он уходит. И вместо наступающего земного царства он предупреждает своих учеников о грядущих гонениях. Он предупреждает их о грядущих преследованиях за имя Его. Мы читаем, «Изгонят вас из синагог, говорит Иисус. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем самым служит Богу». Я уверен, что ученики в этот момент находились в некоторой растерянности. Но Иисус продолжает свои слова и говорит им следующее. Слова ободрения, слова утешения. Он говорит, «Лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». И Иисус знал мысли своих учеников. Он не только знал мысли, он знал и их будущее. Он знал, что они идут навстречу трудностям, лишениям, преследованием, лишением всех земных благ, предательством, пыткам и даже смерти ради имени Его. Поэтому Он говорит, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Другими словами, Он дает им обетование Божье утешение. Он дает им обетование поддержки на всю их будущую жизнь. И это обетование дано, братья и сестры, не только ученикам Христовым того времени, но и всем верующим дано по слову их, всем нам, братья и сестры. Иисус говорит, обращаясь к ученикам и ко всем нам, из вас Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. Не одолеют, потому что Я никогда не оставлю вас бороться в одиночку. Я пошлю вам другого утешителя, такого же, как и Я. Он будет утешать вас в горестях, Он будет поддерживать вас в страданиях, Он будет научать и вразумлять, как вам поступать в жизни своей, как понимать истину. Он будет снаряжать вас на борьбу с грехом и силами зла. Он будет вести вас всю эту жизнь до самой вечности. Он будет замещать меня на земле, говорит Иисус. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. И вот спустя десять дней после своего вознесения Иисус выполняет свое обещание, данное ученикам. Сегодня мы празднуем этот день, день прихода на эту землю, день сошествия на эту землю Духа Святого, Духа Утешителя. О нем сегодня проповедь. Братья и сестры, знаете, находясь за этой кафедрой, я прекрасно понимаю, что беден мой язык и беден мой ум, чтобы хоть как-то в одной проповеди за пятнадцать или двадцать минут вместить и осветить такую необъятную тему. Я уже как-то приводил этот пример. Билли Грэм в начале своей книги «Дух Святой» приводит легенду одну и рассказывает об одном старом индейце, который спустился с гор и впервые увидел океан. Испытывая благоговейное потрясение, он попросил, чтобы ему дали кувшин, а затем он наполнил его водой. На вопрос, что он собирается с ним делать, он говорит, «Обратно в горы пойду, мой народ никогда не видел великой воды, я принесу им ее в кувшине, чтобы они могли увидеть, как она выглядит». Билли Грэм говорит, попытка сказать проповедь или даже написать книгу о Духе Святом можно сравнить с попыткой старого индейца вместить океан в кувшине. Наш ум очень ограничен, братья и сестры, а тема столь безгранична. Поэтому сегодня я коснусь только некоторых качеств Духа Святого, некоторых направлений его работы на этой земле. Знаете, это будет, наверное, не кувшин, это, пожалуй, будет только капля в океане. Итак, Иисус говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». Кто такой Утешитель? Утешитель – это тот, кто утешает во время горя, боли, тот, кто облегчает страдания, тот, кто приносит мир и покой сердцу. Тот, кто укрепляет и ободряет. Утешитель – это тот, кто дает утешение, тот, кто становится рядом с тем, кто оказался в том или ином трудном положении. Утешитель – это тот, кто советует, кто научает, разумляет, защищает, поддерживает и придает силы для того, чтобы человек мог одержать победу в трудных обстоятельствах жизни. Братья и сестры, называя Духа Святого Утешителем, Иисус сделал безошибочное предсказание того, что ожидает нас с вами, верующих впереди. Он предсказал о том, что его народу, церкви его, будет нелегко. И она особо будет нуждаться, Церковь Христова, в утешении. Будет особо нуждаться в ободрении, в помощи. Особо будет нуждаться в поддержке и сопереживании. Именно эту работу сегодня совершает Дух Святой по отношению к Церкви Христовой на земле. Вот поэтому я хочу упомянуть некоторые удивительные качества Духа Святого, зная и полагаясь, на которые верующие могут быть спокойными. Могут иметь мир в сердце. Могут иметь отраду в трудностях и испытаниях, с которыми нам приходится сталкиваться. Могут иметь радость в каждом дне своей практической христианской жизни. И прежде всего хочется отметить, что Бог, Дух Святой, Он не просто утешитель, но Он любящий утешитель. Знаете, в самых трудных обстоятельствах жизни, когда мы особо нуждаемся в утешении, нуждаемся в понимании, мы хотим рядом с собой видеть и слышать людей, которые не просто близки нам, но которые любят нас. У каждого из нас не так много таких друзей, и не всегда они могут прийти к нам на помощь в трудную минуту, или тогда, когда мы особенно нуждаемся в их утешении, в их помощи, в их поддержке. Но, братья и сестры, в отличие от человека, Дух Святой знает время точно, когда нам необходима помощь. Он знает момент, когда нам особенно трудно. Поэтому Он всегда утешает и ободряет нас в нужное время. Он никогда не опаздывает. И что еще важно, братья и сестры, мы очень ценны в Его очах, потому что Он любит нас, как детей Божьих. Апостол Павел достаточно ясно говорит в послании к Римлянам, в 15 главе, о любви Святого Духа. Он говорит верующим, «Я умоляю вас любовью Духа». Насколько сильно Дух Святой любит нас? Очень сильно. Мы даже не представляем, братья и сестры, насколько сильно. Помните, однажды, давая обетование охраны и милости, и добра Израилю, в книге пророка Исаии, Бог говорит о своей любви такие слова, «Как утешает кого-либо мать, так я утешу вас». Чтобы человек мог хоть как-то понять, о чем идет речь, Бог берет один из наивысших примеров любви, возможных в человечестве, любви матери к своему ребенку. И на этом примере показывает частичку той любви и утешения Божьего, которую он дарит своим детям. Как это происходит? Безусловно, посредством работы Духа Святого. Братья и сестры, сегодня на земле Бог по своему обетованию через Духа Святого неизменно являет эту любовь, это утешение в любви тем, для кого он действительно является Отцом и Господом. Тех, для всех тех, кто принял Иисуса Христа в свое сердце. Павел называет Бога Отцом Милосердия и Богом всякого утешения. Братья и сестры, для нас с вами, Божьих детей, это обетование утешения с любовью. Оно гарантировано самим Богом. И, безусловно, это не может не радовать наше сердце. Поэтому, когда нам трудно или тяжело бывает, когда в переживаниях или в скорбях находимся, когда нуждаемся в поддержке, когда теряем близких, может быть, будем помнить слова Христа. Рядом с нами всегда находится утешитель, совершенный утешитель, любящий утешитель. Будем помнить, что мы имеем привилегию от Бога иметь утешение с любовью от Духа Святого, Духа Утешитель. Причем всякий раз, когда только есть в этом необходимость. Бог Дух Святой, также верный утешитель. Даже самый близкий друг может отвернуться от нас в беде или когда мы его огорчим. Но, братья и сестры, Дух Святой никогда так не поступит. Он любит всегда. Он верен всегда. До самого конца. Он верный утешитель. Он никогда не обманет. Он никогда не предаст. Он, как сказал Иисус, прибудет с нами вовек. То есть навсегда. Братья и сестры, даже когда мы позволяем себе быть неверны Богу, а смели сказать даже, когда мы допускаем себе согрешение, когда своими поступками мы чижаем Святого Духа, Он, Бог, Дух Святой, все равно остается для нас верным утешителем, несмотря ни на что. В Писании написаны удивительные слова. Если мы неверны, Он, Бог, пребывает верен, ибо себя отречься не может. Он, Дух Святой, будет, несмотря ни на что, хранить для нас с обетованием вечности. Братья и сестры, при этом я хочу сказать, что когда мы согрешаем, безусловно, Он не будет молчать. Он будет активно побуждать наше сердце к изменению, побуждать к покаянию, Он будет вести нас к святости, к правде, к верности. Он будет вести нас к совершенству. Он никогда, еще раз подчеркиваю, никогда не смирится с грехом в жизни верующего, но будет обличать, будет увещевать и призывать к сокрушению и покаянию. Почему? Да потому, что Он тот, как написано, кто до ревности нас любит и кто обещал прибыть с нами вовек. Братья и сестры, будем помнить и дорожить тем, что Дух Святой, которым мы запечатлены в день искупления нашего, утешитель верный. Он тот утешитель, на которого можно положиться. Он тот, кто, как говорит Писание, никогда нас не оставит. Он тот, как написано, прибудет с нами вовек. Он тот, кто является гарантией нашего будущего, нашего наследия в небесах. Братья и сестры, Бог Дух Святой также мудрый утешитель. Я думаю, Иов совершенно справедливо однажды сказал о своих друзьях. Помните? Жалкие утешители все вы. Тогда, когда они после долгого молчания попытались найти ему слова поддержки, найти слова утешения. Но, с другой стороны, я уверен, что друзья Иова считали себя мудрыми. Им казалось, что они мудры, что они знают причину, что они проникли в глубину его страдания. Но на самом деле они ничего не понимали. очень плохо, когда врач ставит неправильный диагноз и назначает неподходящее лечение. Результат может быть плачевным. Братья и сестры, порой, встречаясь с людьми, мы неверно ставим им духовный диагноз. Мы пытаемся утешить согласно нашего понимания. Зачастую, они совершенно не нуждаются в таком утешении. Иногда бывает лучше поступить, как поступили когда-то друзья Иова в самом начале. Помните? Написано, и сидели с ним семь дней и ночей, и никто не говорил ни слова. В этом примере много мудрости для людей, которые желают кому-то помочь, которые желают кого-то утешить. Вместе помолчать и вместе помолиться об утешении от Духа Святого зачастую это самое лучшее, что мы можем сделать. Но, братья и сестры, будем помнить, что в отличие от человека, от нас с вами Дух Святой, который пришел вместо Иисуса Христа на эту землю, Он совершенный, Он мудрый и утешитель. Он всегда ставит точный диагноз. Он видит не только корень проблемы, Он видит ее решение, и Он никогда не ошибается. В Библии послание к Ефейсиному Он назван Духом Премудрости. Не просто мудрости, Премудрости. Братья и сестры, будем помнить наша надежда, наше упование и мудрое утешение в бедах, в трудностях. Он Дух Святой, Дух Премудрости от Бога. Братья и сестры, Дух Святой, Бог Дух Святой надежный и утешитель. Скажу, может быть, немного радикальную мысль, но тем не менее она верная. Пожалуй, на этой земле не существует настоящего утешения, кроме того, который дает Дух Святой. Знаете, зачастую люди, в том числе и верующие, бегут к светским советникам, к психологам, к друзьям, обращаются к книгам, лекциям, семинарам. Сколько люди получают утешения? Как правило, недостаточно даже для того, чтобы добраться домой. Все это напрасно. Все это пустое утешение. Мир, этот мир ничего не может дать страдающей душе, так как написано мир его, то есть Бога не познал. Только Дух Святой может действительно утешить нас совершенным утешением, утешением свыше, потому что он утешает, дает утешение, которое невременное, но которое вечное, которое от Бога. Оно всегда надежно, оно всегда верно, оно всегда истинно. Как важно каждому из нас, братья и сестры, обращаться, когда в этом есть необходимость за помощью не к людям, а к тому, чье имя утешитель. Поэтому, братья и сестры, где бы мы ни находились, в трудных обстоятельствах, может быть, в одиночестве, может быть, в переживаниях, в испытаниях, никогда не забудем. Дух Святой идет рядом с нами. Он даже ближе, чем мы думаем. Он живет в нас. И мы всегда можем на него рассчитывать. Мы можем открыть Библию в любой момент в своей жизни, ночью или днем, и он будет говорить к нам через Слово Божие. Мы можем обратиться к Богу в молитве в любой момент, и Он даст свое совершенное утешение в сердце наше через действие Святого Духа. Давид Вилкерсон, рассуждая о способах, которым утешает нас Дух Святой, говорит, цитирует, Дух Святой утешает нас еще одним чудесным путем. Он шепчет нам, в крайнем случае, твои чемоданы упакованы. Ты наследник и находишься здесь ненадолгое время. Зачем тебе переживать за все это? Ты скоро оставишь все эти трудности позади. И так радуйся, ты имеешь место, приготовленное в славе. Ты имеешь встречу со Христом и вечную цель. И я здесь для того, чтобы ты туда вошел. Прекрасные слова, не правда ли, братья и сестры? Будем помнить утешение от Духа Святого всегда истинно, всегда надежно, всегда верно. Еще несколько мыслей хотелось бы сказать. Иисус говорит, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Утешитель. Оригинальное греческое слово, кроме значения утешителя, имеет еще несколько значений. Оно может означать также учителя. Я пошлю вам другого учителя. Иисус, пока жил на этой земле, Он был признанным учителем. Никого другого ученики не называли Рави, кроме как Иисуса. И вот уходя, Иисус говорит, где ученики найдут учителя, который будет всегда говорить им истину. Он не говорит, что, может быть, посадит на престоле в Риме Папу, к которому вы можете обращаться к непогрешимому учителю. Иисус не говорит, что учредит, может быть, церковные соборы, которые будут решать запутанные вопросы, решения которых будет истинно в конечной инстанции. Ничего подобного Иисус не говорит. Напротив, Он сказал, когда я пойду, пошлю вам другого учителя, который будет толковать вам Писание. Он будет подлинным наставником. Он Дух Святой откроет тайны. Он поможет понять в истине, в Слове Божьем, то, чего бы мы сами никогда не смогли бы понять и постигнуть. Братья и сестры, никто и никогда не научится истине, в полноте себя не будет научен Духом Святым. Библию нельзя понимать без научения, без мудрости от Духа Святого. Никакие совершенные богословские системы и подходы, никакие толкователи Библии, никакие самые образованные ученые и богословы не смогут правильно, достоверно изъяснить Библию без научения от Духа Святого. Только Он делает людей достаточно мудрыми для понимания любой истины, которая записана на страницах Писания. Дух Святой единственный Учитель, который, как сказал сами Иисус, научит вас всему, что Я говорил вам. И еще одно заключение. Иисус говорит, научит вас всему и напомнит вам все, что Я вам говорил. У некоторых людей сложилось ошибочное представление о действии Святого Духа. Такие люди утверждают, что сегодня Дух Святой им открывает что-то новое, чего нет в Библии. Хочется отметить, Дух Святой сегодня не открывает ничего нового, кроме того, что написано в Библии. Он напоминает нам старое. Написано, научит вас всему и напомнит вам все, что Я, Иисус, говорил вам. от моего возьмет и возвестит вам, говорит Иисус. Канон Библии закрыт. Никакого, ничего больше не будет добавлено. Бог не дает нового откровения, Он обращает наше внимание на старое. Дух Святой повторяет уже известное. Он проливает свет на скрытые в Писании истины, которые человек очень долго, может быть, читает, но не обращает внимания. Знаете, если бы Бог хотел сказать нам что-то еще, наверное, Он поверел бы апостолу Иоанну написать 23-ю или 24-ю книгу или главы Откровений. Братья и сестры, в Библии достаточно сказано. И те, кто ищут чего-то еще, чего-то нового, к сожалению, заблуждаются, не зная Писания. Итак, Библия говорит, что Дух Святой на этой земле непрестанно совершает свою многоразличную работу по заседанию Церкви Христовой. Он хранит верующих в истине. Он побуждает жить жизнью для Бога, жизнью святости, правды и чистоты каждый день. Он утешает постоянно Божьих детей с мудростью и любовью. Он открывает верующим Писание и напоминает то, что однажды сказал Иисус и что записано на страницах Библии. однако хочу отметить, что только те получают утешение с любовью, мудрые научения Духа Святого, только те, чьи сердца принадлежат Иисусу Христу. Сегодня праздник, праздник, День Сошествия Святого Духа. Пусть в этот праздник каждый из нас задаст себе вопрос, знаю ли я Духа Святого, Духа Святого Утешителя, как моего личного утешителя и наставника. Если да, то слава Богу. А если нет, то пусть Бог пока не поздно благословит обрести в Нем утешителя любящего, утешителя мудрого, утешителя верного и утешителя надежного. Утешителя, который обязательно однажды приведет всех своих в небеса. на встречу с Господом. Аминь. Помолимся Господу. Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова